Аня Тарова, здравствуйте! С главными событиями к этому часу в студии Иван Никонов. Президиум Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам утвердил паспорта нескольких приоритетных направлений развития страны. Окончательно оформлены планы в части безопасных и качественных дорог, повышение качества жилищно-коммунальных услуг и формирование комфортной городской среды, а также поддержки малого бизнеса и индивидуальной предпринимательской инициативы. Безопасные и качественные дороги страны – один из приоритетных проектов, утверждённых Президиумом Совета по стратегическому планированию. Как отметил Дмитрий Медведев, без развития дорожной сети, строительства новых и ремонта существующих трасс сложно говорить об экономическом развитии регионов и всей страны. Поэтому нормальные дороги – это не просто набор инженерно-технических сооружений. Это путь к более высокому качеству экономики, новым рабочим местам, развитию инфраструктуры городов и других населённых пунктов. В правительстве понимают, что быстро дорожную проблему не решить, поэтому приоритетный проект будет реализовываться с ноября текущего по март 2026 года. Витком в экономическом развитии Нейнского округа станет дорога на Ринмар-Усинск. Строительство трассы ведётся на условиях софинансирования из федерального бюджета. Федерация не просто так же выделяет нам финансирование, она прекрасно понимает, что округ должен быть полноценным округом, а не находиться в какой-то автономии, по-другому не назовём. Если в прошлом году федерация уделяла 50 на 50, то в этом году уже финансирование 90 на 10, как показательный. Надеемся, в следующий год мы выйдем с такими же показателями. А когда появится эта дорога, жизнь однозначно изменится в округе. Изменится, начиная от каких-то бытовых вопросов и заканчивая какими-то масштабными проектами. В текущем году округ привлёк 479 миллионов рублей из средств федерального бюджета на строительство четвёртого участка автодороги. При этом в окружном бюджете на 2016 год для строительства трассы предусмотрено более 44,5 миллионов рублей. К строительству четвёртого участка на Ринмар-Дорвимстрой приступил в конце декабря прошлого года. Речь идёт о 15-километровом участке трассы со стороны Республики Коми с мостом через реку Харьяка длиною 99 метров, который должен быть введён не позднее конца октября 2017 года. Стоимость контракта составила 1,5 миллиарда рублей. Ключевой целью ещё одного приоритетного проекта по обеспечению качества жилищно-коммунальных услуг выбрали снижение на 30% аварийности на объектах тепла и водоснабжения, водоотведения. На это приоритетное направление определили срок вплоть до февраля 2021 года. Долгое время состояние ЖКХ люди называют проблемой номер один. В последнее время ситуация несколько меняется, но эти изменения требуются, чтобы их закрепили. В рамках этих проектов мы создаём новые инструменты привлечения частных инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство, донастраиваем систему регулирования отрасли таким образом, чтобы повысить её инвестиционную привлекательность. Благоустроенные парки, велодорожки, освещенные улицы, пешеходные зоны – всё это должно быть в любом городе. Только в этом случае людям будет нравиться жить в конкретном месте и работать. Именно такой подход заложен в приоритетный проект формирования комфортной городской среды. Муниципалитеты обяжут принять пятилетние комплексные программы по благоустройству в своих территориях. У Наринмара на сегодняшний день появился план развития территории «Правда» до 2030 года. Временные рамки у нас определяет генеральный план. То есть у нас есть объекты, которые идут на первоочередные, есть объекты, которые на расчётный срок. Расчётный срок у генерального плана примерно 20 лет. 25 лет сейчас. Мы в эти рамки всё и будем, пытаемся уложиться. Всё зависит, конечно, то есть есть объекты регионального значения, которые строятся за бюджетные средства. Округа есть местного значения, которые за местные бюджеты строятся. Но в основном это всё касается, конечно, частных застройщиков, которые строят свой счёт. В проекте, кроме строительства социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, предусмотрена непрерывная система озеленения проектируемой территории. От озеленения улиц и территории общего пользования до обустройства буферных зон, зелёных насаждений вдоль автодорог. Как отметил Дмитрий Медведев, все программы по благоустройству должны учитывать позицию жителей. Без их участия проект просто не состоится. Согласно паспорту приоритетного проекта «Малый бизнес» и поддержкой индивидуальной предпринимательской инициативы, на его воплощение в жизнь отводится чуть больше двух лет. Все цели должны быть достигнуты к марту 2019 года. Дмитрий Медведев назвал несколько первостепенных шагов, которые нужно принять для развития малого бизнеса. Во-первых, снижать особенно на начальном этапе ведения бизнеса административно-регуляторную нагрузку. Во-вторых, необходимо расширять доступ малых предприятий к закупкам государственных компаний и инфраструктурных монополий. И необходимо расширять кредитно-гарантийную поддержку и создавать сеть региональных лизинговых компаний, которые будут реализовывать льготные программы лизинга оборудования. В нашем регионе уделяется очень большое внимание со стороны органов государственной власти, непосредственно нашего губернатора, именно вопросам развития малосреднего предпринимательства. И буквально в октябре губернатором Игорем Викторовичем было поддержано и одобрено решение о создании центра развития бизнеса. И принцип одного окна мы реализуем как раз вот в этом помещении, где у нас сосредоточены бизнес-инкубатор, где у нас сосредоточен фонд поддержки предпринимательства, микрофинансирование, гарантирование и низкая лизинговая компания. То есть мы в свою очередь уже постарались реализовать те основные направления, которые указаны в проекте стратегического развития федерального уровня. Приоритетные проекты рассчитаны на длительные сроки, до 10 лет, но при их разработке правительство исходит из того, что ощутимые результаты надо получить уже через полтора-два года. До конца этого года планируется утвердить паспорта приоритетных проектов по развитию экспорта моногородов, реформы контрольно-надзорной деятельности и экологии.